Сенатор Валентина Петренко встретилась с жителями Хакасии. Известная на всю страну женщина выступила настоящим защитником тех, кто оказался в сложной ситуации. На прием к Петренко пришли десятки людей и каждый со своей проблемой. Подробности у Константина Кравцова. Пенсионерка из Черногорска Ольга Новикова уже несколько лет опекает восьмилетнюю Соню. Со слезами на глазах женщина признается, живет семья не богата, если не бедна. Денег не хватает на элементарные школьные вещи. Несмотря на небольшую компенсацию за ребенка. Я все записываю. У меня пенсия сколько получила, что надо оплатить, что надо купить, сколько осталось. Детские пособия, сколько сумма, куда надо оплатить, что надо купить, сколько осталось. Вот бухгалтерию вполне еще веду. Ну не хватает, не вру. Помочь черногорской семье вполне возможно, уверена сенатор Валентина Петренко. Для начала политик берется изучить все документы. Валентина Петренко также заявляет, что в ближайшее время намерена встретиться с представителями социальных служб, если потребуется и с руководством Черногорска. На прием к сенатору люди идут с самыми разными проблемами. Например, вот жительница Бейского района жалуется на бездействие власти в части ремонта дома. И согласно статистике, подавляющая часть вопросов вполне решаема, причем на местном уровне. Но так уж получается, что наткнувшись на стену непонимания, люди идут за помощью к сенатору или к депутату федерального значения. Проблемы есть у всех, и в каждом регионе они есть. Просто я вот хочу обратиться к руководителям, к каждому, и к директору школы, и к воспитателю в детском саду, и к руководителям муниципального образования. Но нет проблем тех, которые нельзя разрешить, если только для этого не отмахнуться. На прием к Валентине Петренко пришли десятки жителей Хакасии. Среди них Николай Жолоб, председатель общественной организации из поселка Черемушки. Мужчина с букетом. Так он решил отблагодарить сенатора за огромную помощь и поддержку во время аварии на СШГС. Это человек неравнодушный, и все встречи наши были положительными, очень положительными. Я боюсь, Константин Кравцов, Владимир Филипповский, Вести, Хакасия.